Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1346, тема «Разбор ответов» Амбросия Юрасова. Вопрос 2, 97. Объединение церквей мира может служить лишь грядущему единовластью Антихриста. Значит, нынешняя разобщенность церквей работает против него, отвечает Амбросий Юрасов. Господь сказал, не бойся, малая стада, я всегда с тобой. Господь в Священном Писании говорил о единой церкви, той, которую он сам создал, а эти многочисленные конфессии создали люди. Это уже не Христова церковь, здесь нет литургического единения, раздробленность конфессий не может работать против Антихриста, ведь там нет Бога, нет спасения. Огромный грязный поток этих конфессий хотел бы поглотить православную церковь, потому и появилась Экуменическая церковь, предтеча Антихриста. Когда придет Антихрист, он будет управлять этой церковью, но недолгое время, три с половиной года, потом конец. Разбирает выступление Игнатий Тихонович Лапкин. По любому вопросу о живых и мертвых, о настоящем и будущем, для верующих и неверующих, ныне и во веки веков отвечает Амбросия одинаково. Надо покаяться и ходить на литургию. Христос же учит иначе. От Марка 1.15 «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Православный даже и не поймет, какая тут разница. В Библии говорится 128 раз о проповеди, которую нужно нести всем людям, и о благовестии 107 раз, и около 1900 раз призыв прийти. И это все для тех, которые вне церкви, и для тех, которые стали членами церкви. И только однажды апостол Павел верующим напоминает о Тайной Вечере, и евангелисты один раз описывают ее. Но ни разу нигде не сказано, чтобы апостолы или ученики апостолов несли весть о литургии, о Тайной Вечере. Даже напротив того, на это был строжайший запрет. И кто не мог держать язык за зубами о литургии, будучи знаком с ней, тот не имел права быть священнослужителем. 1 Тимофею 3.8.12 Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некористолюбивы, хранящие таинства, веры в чистой совести. И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать дослужение. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и дом своим. В творениях святого Иоанна Златоуста многократно повторяется в его проповедях такое выражение. Верные знают, о чем я говорю. То есть, когда Златоуст хотел сказать о теле и крови Христовых, до возгласа оглашенные языки. Сегодня безбожные кинооператоры и фотографы толкутся в алтаре с патриархами, архиереями и священниками, ведут съемку и показывают ее по всему миру. Итак, где бы и за что бы ни взялся в сегодняшнем православии, ничего не найдешь истинно православного. Отец Амвросий с умилением приводит пример, каким пользовался профессор Алексей Ильич Осипов, что на православных объедках и мусорных ящиков питаются сектанты. И это же повторяет Кураев. Увы, дело обстоит совершенно наоборот. Это мы православные в мусорных ящиках, которые нам достались в 1988 году от Византии. От их объедков, от тех крох, какие остались от апостолов. Этот рассказ очень хороший и он означает, что Амвросии, Ювеналии, Алексии никак не хотят садиться за апостольский стол, а только и давятся словами «Литургия, благодать, литургия, благодать, приходите к нам на исповедь». В этом ответе он отвечает, как «истовый закоренелый старовер». В этом ответе правильно названо экуменическое движение грязным потоком. Но нужно сразу же добавить, что вы защищаете своих архиереев, которые купаются 40 лет в этом потоке, разлагая все православие. И ни о каком православии они там никогда не свидетельствовали. И вы это хорошо знаете и обманываете народ. В грязном селевом потоке можно только переворачиваться и нестись мертвым трупом. Даже в будущем море при кораблекрушении кто-то может кому-то оказать помощь. Но только не в грязном огромном потоке. Здесь снова стопроцентная ложь у вас. Если всюду и везде вы отвечаете одним словом, надо провести генеральную исповедь. Так сумейте же ее провести за эти книги и лживые ответы. Сколько душ вы отравили этими книгами. Иоанн Златоуз говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о пастырь, тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить свою вину. Поэтому, учитывая, что эти книги выдержали уже не одно издание, десятитысячным тиражом можно представить, какой бациллой и скольких людей вы заразили. Слово «Христос» почти отсутствует более чем в шестистах ответах. Когда среди толпы является порою пророк с великою, могучую душою, с глаголом истины, священной на устах, Увы, отвержен он, толпа в его словах учения любви и правды не находит. Ей кажется стыдом речам его внимать. И вдохновенный он, когда начнет вещать, с насмешкой каждый прочь, махнув рукой, отходит. Н.А. Плещев, 1844 год.